Музыка Люди привыкают, люди уже живут в условиях новой нормы, пытаются выживать, находить какие-то новые бизнесы. Кто-то лежит в бараке, а кто-то пошел на сотрудничество с администрацией. Его надо осуждать или нет? Он пытается выжить. Мы примерно понимаем, что все режимы не вечны. Каждая фаза циклична. Территория – это всегда расслабон. Такое огромное гигантское болото, где вроде бы все лояльны, но никакая жесткая вертикаль в болоте невозможна. Создать сильную оппозицию при таких гигантских издержках практически невозможно. У нас нет ни одной политической партии, ни одной, у которой нет пострадавших, посаженных, арестованных и так далее на выборах разного уровня. Базовый раскол в России – он не идеологический. Он не между левыми и не между правыми. Это раскол социокультурный. Не говори «Го, пока не перепрыгнешь». Будущее закончилось тогда, когда вы умерли. Пока вы живы, значит, всегда есть какие-то варианты. Это вторая часть нашего спецпроекта «Что будет дальше». И ее герой – политолог Александр Кынев, лучший в России специалист по региональной политике. Соответственно, речь сегодня пойдет про российские регионы. Чего они хотят, что им ждать и что с ними будет дальше. Если помните, «Газы» и «Перцу» 24 февраля 2022 года сказали, что политика кончилась. Больше политики нет. Вы с этим согласны? Нет, политика никогда не кончается. Пока люди существуют, пока есть государство, пока люди борются за властью, политика существует. Нужны ли вам источники для того, чтобы вы каким-то образом составляли свой прогноз? Прогнозы политические и прогнозы, скажем, метеорологии – это не одно и то же. Когда мы смотрим по погоде, вот будет солнце, да, вероятность дождя 70% или что-то там еще. Когда мы там читаем какое-нибудь лекарство, там написано, вероятность таких-то побочных эффектов столько-то процентов. Все-таки политология – это как бы гуманитарная наука, а гуманитарные науки от точно отличаются тем, что у них очень мало цифр. Это скорее описание вероятных сценариев с точки зрения глубины, широты, периода, о котором идет речь. Наиболее востребованы краткосрочные прогнозы, потому что это как раз та ниша, в которой работают политконсультанты, политтехнологи, разбирательные компании. Там можно считать, что есть шансы или нет шансов. Но это прогноз, скорее, на наличие вероятностей. Есть уже в дальнейшем в ходе самих компаний прогнозы, связанные с тем, как компания идет. Шансы растут, шансы падают, есть у кого-то, скажем, диапазон для роста или нет диапазона для роста и так далее. Потенциальные друзья, союзники и так далее. Но это все на короткую дистанцию работает, потому что эти вещи считываются. Они видны по динамике, особенно когда ты долго в этом процессе находишься. Это работает и в России в том числе? Это работает везде. Вот такие прогнозы обычно работают хорошо, потому что если ты специалист, то ты эти вещи видишь. В каждый момент, когда спрашивают, а кому верить, а как вообще сделать прогноз. Здесь работает то же самое, что, может быть, в каких-то других сферах. Мало иметь знаний. Реально на способность анализировать работает только практика. Только личный опыт. Я могу сказать, что я занимаюсь, скажем, регионами около 30 лет. Я абсолютно убежден, что пока ты все это не объедешь, пока ты самые разные регионы ножками не почувствуешь, пока ты не говоришь с людьми, пока ты не проведешь кучу исследований, пока ты не набьешь шишек на собственных провалах каких-то там и так далее, ты ничего не начнешь понимать. Приезжаешь в какой-то регион, смотришь программу, например, смотришь, как выступает губернатор, смотришь агитацию. Ты уже примерно сразу, даже уже до всех бесед, до встреч, до экспертных интервью уже примерно понимаешь, к чему идет и чем все кончится. Это вот краткосрочная история. Есть долгосрочные прогнозы, когда речь идет о том, чем кончится некий процесс в некой перспективе. Это может быть связано, скажем, в целом некая идея. Она закончится каким-то успехом на будущее или нет? Есть какой-то шанс у этой страны, у этой партии, у этого политиков где-то на горизонте? Это тоже хорошо прогнозируется, потому что эти вещи, в принципе, вот без четких дат, они тоже, в принципе, на мой взгляд, хорошо ощущаются. То есть мы примерно понимаем, что все режимы не вечны, каждая фаза циклична, не бывает бесконечного авторитаризма, не бывает бесконечного правления какой-то одной политической силы. То есть это то, что не вызывает никаких сомнений. Хуже всего прогнозируется средняя зона на среднюю некую дистанцию, потому что в ней огромное количество переменных, и она очень плохо прогнозируется. То есть по годам расписать некий путь почти невозможно. Можно написать на короткую дистанцию, можно примерно сказать, чем кончится в конце. А вот всю дорогу внутри по этапам мы не распишем никогда. Для этого необходимо находиться в России или этим можно заниматься в том числе и за границей? Ну, скажем так, для того, чтобы накопить опыт, чтобы начать понимать страну и людей, надо, конечно, жить здесь. Если ты потратил энное количество времени и сил на то, чтобы все это знать и понимать, наверное, находясь где-то в отдалении, но постоянно коммуницируя, то есть не выпадая из информационного потока, наверное, ты можешь сохранить какую-то адекватность. Но опять-таки, чтобы ее сохранять, нужно постоянно в этом потоке присутствовать. Нужно каждый день читать новости, нужно смотреть хронику новостную, нужно общаться с людьми в регионах, потому что не общаясь, не имея обратной связи, очень легко сбиться. Но вы видите искажения у политологов, которые уехали по отношению к тем, которые остались? Конечно, конечно. Я это очень хорошо вижу. Такое ощущение, что люди замерли в какой-то временной точке, в которой они когда-то были, и так в ней продолжают находиться. Это напоминает попытку выиграть уже подыгранное сражение в прошлом, то есть уже поезд давно ушел. То есть они остались в точке своего отъезда? Конечно. Может быть, даже в более какой-то ранней точке. Это как семейная свора. Поругались, прибили горшки, разругались. И начали жить своей жизнью. Но уже семья другая, уже другая жена, уже другой дом. Но кто-то продолжает в обиде писать какие-то постоянные дневные письма, отмущаться. А уже все другое вообще. То есть мне кажется, что в этом смысле, да, они решают какие-то иные свои задачи. Они постоянно воспроизводят какие-то штампы воспоминаний о прошлом. Но к жизни, мне кажется, реально это имеет очень-очень сильное отдаленное отношение. То есть мы здесь живем и развиваемся, да. А они вот переживают то, что было там полтора-два года назад, а это все уже здесь ушло. Вообще политика, вот жизнь внутри страны, она такова, что даже находясь здесь, чтобы сохранять адекватность, надо в этом постоянно вариться. И, скажем, у многих коллег, довольно профессиональных людей, которые, скажем, активно занимались исследованиями в 90-е годы, в начале нулевых годов, а потом просто так жизнь сложилась, то просто из этого ушли. И они тоже постоянно там что-то говорят, комментируют, но они постоянно возвращаются к тому, что было иное количество лет назад, уже в реальности не знают давно ни имен губернаторов, ни кто, где, как. Когда-то в Московском центре Карминга занимались рейтингами регионов, пытаясь оценивать демократичность. Там были разные сложные показатели, там эксперты спрашивали, вот как вы оцениваете в конкретном регионе, допустим, свободу СМИ, конкуренцию, качество управления, ну и там много-много-много всего остального. Что выясняется? Выясняется, что даже проводить экспертное интервью, даже у экспертов, которые, казалось бы, являются признанными специалистами, тоже довольно сложная история, потому что у нас с Крымом и Севастополем 85 субъектов. Значит, вот сейчас еще вот эти вот четыре области, которые были присоединенными. Значит, до Крыма и Севастополя было 83, если их считать. Но даже если 83, это огромная страна, это гигантская страна. Вряд ли существует вообще хоть один эксперт, который регулярно посещает хотя бы половину регионов. То есть во многих регионах эксперты, которые их оценивают, никогда в жизни не были. В лучшем случае они там, они их судят из каких-то новостей. Более того, ну даже вот там где-то проводя исследование, иногда вот в регион приезжаешь, там спустя лет десять, ты приедешь и понимаешь, как он применялся. На премьере фильма «Танна» на Венецианском кинофестивале все внимание было приковано к исполнителям главных ролей Мунгао Дайна и Мари Вава. Не предупредив режиссера, они вышли на красную дорожку в костюмах своего племени Якел полуобнаженными, босыми и с перьями в волосах. «Танна» стал первым полнометражным фильмом, снятым на территории государства Вануату. История Ромео и Джульетты с маленького вулканического острова понравилась зрителям по всему миру, была номинирована на Оскар, а в Венеции получила приз критиков. За исполнителем главной роли в родной деревне закрепилось прозвище Вануатского Брэда Питта, но в отдельный восторг и зрителей, и критиков привели идиллические виды Вануату, которые были в фильме «Танна». В Вашингтон пост писали, что фильм знакомит нас с тем краем света, о котором мы даже не подозревали. Австралийцы, разумеется, с этим краем света давно знакомы. Вануату для них одно из самых популярных туристических направлений. В России же об этой маленькой тихоокеанской стране слышали немногие, хотя Вануату – одно из последних государств в мире, где россиянам за инвестиции все еще можно получить гражданство. Паспорт Вануату можно получить, вложив в экономику страны 128 тысяч долларов. Что дает этот паспорт? Возможность более свободно путешествовать по миру, подавать документы на европейский ВНЖ, вести зарубежный бизнес и открывать новые счета за рубежом. Гражданам Вануату открыт безвизовый въезд в более чем 90 стран мира, включая Австралию и Сингапур. Въезд в Шенгенскую зону пока что по визе, но правительство Вануату ведет переговоры по возобновлению без визы в Европу. А еще гражданам Вануату можно получать золотую визу, то есть ВНЖ за покупку жилья в европейских странах, например, в Греции. С российским паспортом такая возможность больше не доступна. Кардинально менять свою жизнь и переезжать в эту красивую, теплую, но все же очень далекую страну при этом не обязательно. Гражданство можно оформить полностью дистанционно при помощи специалистов международной компании Astens, которая как раз специализируется на инвестиционной иммиграции и релокации. Специалисты Astens работают быстро и под ключ. Сначала проводят проверку того, на какой тип гражданства или ВНЖ вы можете патендовать, потом обсуждают свои варианты и приступают к делу. Большинство вопросов с документами закрывают без вашего личного присутствия. Даже принимать присягу и получать паспорт можно дистанционно. В общем, оформить вануатское гражданство при наличии нужной суммы денег пока что можно легко и быстро. Неизвестно, правда, как долго эта возможность еще продержится. Большинство подобных программ в разных странах для белорусов и россиян уже, к сожалению, закрыты. Поэтому специалисты Astens рекомендуют, если у вас есть желание и возможность, не откладывать первый шаг. Переходим по ссылке в описании или QR-коду на экране и записываемся на бесплатную консультацию со специалистом Astens, чтобы выбрать оптимальный для себя вариант. А вы любите Россию? Конечно. Я судом себе могу представить, чтобы я где-то мог жить. Я очень много где был. Можно по-разному считать, сколько в мире стран. Есть список ООН, есть список ООН+, куда включают всякие признанные, полупризнанные, самоуправляющиеся. Это где-то 250. Я был 216 из этих 250 хотя бы раз. Я ходил пешком по Кеншассе, я не знаю, я ходил пешком по Ла-Пасу, по Боготию, по Мехико, по Канакри, по Бомако, столице Мали и так далее. То есть во всяких самых разных дырах практически везде я, насколько это возможно, попытался все это с разных сторон понять и увидеть. Чем Россия от всех них отличается, почему вы ее любите? Ну, потому что я здесь родился, потому что я носитель русского языка, я не могу себе представить себя вне той культуры, в которой я вырос. Я всю жизнь занимаюсь Россией, я не понимаю, чем бы еще мог заниматься в этой жизни. Не знаю, сложный вопрос. Ну, может быть, прикипел, может быть, привык, может быть, уже возраст, не знаю. Если бы мне сейчас было, не знаю, 18 лет, может быть, бы я уехал. И если, скажем, кто-то бы меня спрашивал, как кто-то совсем молодой, уезжать, не уезжать, но если жизнь только начинается, если вы еще ничего не успели, если вам все равно, где вы будете вкладывать себя, и у вас еще огромное будущее, наверное, имеет смысл уехать. Почему? Ну, наверное, потому что я слишком хорошо знаю и понимаю ту среду, в которой я живу. А если уже жизнь сложилась, ну, уже когда за 40, ну, мне кажется, что издержки будут превышать какие-то бонусы. Я не думаю, что люди, которые сделали какой-то выбор в пользу, может быть, каких-то личных безопасностей, очень сильно довольны. Обвинять кого-то в чем-то нельзя, человек выживает. Люди, конечно, там, не обязаны, да, следовать, там, за какими-то лидерами, ну, человек одна жизнь. И мы не обязаны отчитываться, почему мы свою жизнь представляем именно таким образом. То есть, да, кто-то считает для себя возможным, там, и нужным уехать и реализовывать себя в другом месте. Кто-то по каким-то разным причинам считает нужным остаться здесь, потому что, ну, ну, человек не видит какой-то возможности жить, да, там, по-другому. Осуждать за это, мне кажется, совершенно бессмысленно, не нужно, я морально, ну, грубо говоря, там, ну, представьте, когда мы считаем в концлагере, да, вот кто-то лежит в бараке, а кто-то там пошел на сотрудничество с администрацией. Его надо осуждать или нет? Он пытается выжить. А почему вы не уехали? Ну, мне кажется, что это факт какой-то моей личной усталости. Если мне каким-то вот одним словом описать, что вы чувствуете за эти годы, наверное, усталость – это самое подходящее слово. То, что у меня как бы сейчас вот в жизни есть, наверное, для многих, наверное, этого мало, но вот для меня это далось очень сложно и очень тяжело. Вот. И я не хочу просто начинать свою жизнь заново. Я как бы, ну, я для этого моральных сил не чувствую. Очень многое зависит от того, откуда человек произошел. Мы несем на себе черты вот какой-то определенной какой-то вот той региональной культуры, да, как бы, откуда мы вышли. Я северянин. Я родился на Крайнем Севере. У меня мама, она русская, из Архангельской области. Отец – этнические коми. А мне как-то вот Екатерина Михайловна Шульман в шутку. Она меня там называла там часто политолог-отшельник. А потом она как-то поехала в Сальтовкар на мероприятие выступить. И потом мне говорит, Саша, раньше думал, что вы один такой. А я съездила в коми и поняла, что там все такие. И вообще надо понимать, что для человека очень много определяет его жизненный путь. Я сказал, что вот у меня мама этническая русская, а папа коми. Он умер там 20 с лишним лет назад. Он был хроническим алкоголиком. И так получилось, что вот я жил в городе Ухта. Это небольшой северный город, нефтегазовый. И мой отец получил квартиру как работник системы исполнения наказаний. То есть мы жили в ментовском доме. И вот сколько я себя помнил, вот когда я был маленьким, я отца нормальным не помню. То есть он был такой хронически заполненный алкоголик. Такой домашний садист. Были короткие периоды, когда он был нормальным. Тогда муж был дома находиться. Остальное время дома находиться было нельзя. И мама жила у своих подруг. Я жил у своих одноклассников. Брат младший у своих. И вот эти детские годы, пока я жил в Ухте, у меня была единственная цель просто закончить школу и оттуда на себя уехать. И я просто уехал. Мне повезло, что я поступил в МГУ сразу после школы. Это какое-то чудо. И вся моя жизнь, все мои друзья – это все, что было здесь. Это все очень тяжело удалось. И заново начинать я не могу, не хочу. У меня нет сил уже. Коми – это действительно регион, выросший практически из зон. Насколько это типичная история для России? Действительно, Коми, другие регионы, как шутили, одни охраняли, другие сидели. Но они не менялись местами. Но они не менялись местами. Просто для людей, которые в советские годы отсидели, было проще и комфортнее остаться там, потому что там они не выделялись. То есть на родине при возвращении они не могли найти работу. Они становились какими-то людьми, не вызывающими радости окружающих. Им было тяжело интегрироваться. А на севере было просто и легко. И у меня, например, у мамы была подруга, которая вышла замуж за одного такого отсидевшего. В то же время вот эта вот культура северная – это культура, когда люди привыкли выживать без государства, полагаясь только сами на себя. И это все равно воспроизводится. Я помню, когда я был маленький, мы ходили, например, в лес за грибами, за ягодами и постоянно ловили какие-то попутки. Я не помню, чтобы хоть кто-то с нас взял денег. То есть это была норма жизни, помогая друг другу. Мы жили в небольшом призонном поселке. И мама утром со мной с братом шла. Мы тоже ловили попутки. Нас постоянно подвозили. Мама работала в детском саду воспитателем, а мы в соседнем детском саду ходили в свои группы. Сейчас как бы все иначе, конечно. А что стало с вашими одноклассниками? Не знаю. Я ни с кем не общался никогда. У меня среди них практически не было друзей. У меня был очень хороший друг. Как раз это вот… Я у них жил, когда у моего отца дома находиться было нельзя. Я был у них как в семье. Вот был у меня такой школьный друг. Он после школы погиб. Он попал под тест. Его младший брат эмигрировал в Америку, Леша. А больше ни с кем. Я из одноклассников не общаюсь. Где в этом довольно беспросветном ухтинском пейзаже возникает политология, политика и желание понимать, как устроены процессы в стране? Ой, это сложная история. Начался мой интерес к политике. Я любил всякие разные исторические романы. И когда я их читал, я зачастую не понимал. Упоминают всякие разные цари или короли. Я стал себе в тетрадке писать отдельно по годам, кто в какой стране, когда правил, чтобы просто лучше понимать. И меня это так увлекло. Я пошел в библиотеку и стал запойно читать про всякие разные страны, как они устроены. И стал себе по каждой стране создать такие списки, кто был президентом, королем, премьер-министром, по какой стране. Стал смотреть новости, стал следить, кого где выбрали. И стал вести эту хронологию, будучи школьником. Тогда, конечно, не было политологии в нашем понимании, но были очень хорошие книжки по отдельным странам. Была прекрасная американистика советская. То есть были, например, такие авторы, как Яковлев, как Иванянов. Я все это читал запойно. Я был школьником достаточно активным. Еще тогда была пенетская организация. Писал даже статьи в городскую газету. Как-то одно, другое, третье, четвертое, пятое, десятое. И когда я заканчивал школу, я думал, а куда податься? Я в итоге выбрал отделение политологии и философского факультета МГУ, потому что мне казалось, что это интегрирует в себя все. Это и география, это и история, это и политика, и все вместе. Ну вот, я об этом не жалею. Наверное, я один из немногих людей, который всю свою жизнь работает по своей профессии, которую он когда-то выбрал. Но та политология, та политика, которая была в 90-е, та политика, которая сейчас, это же разные политики. Вы работали в фонде эффективной политики, это была влиятельная организация. Нет, я работал в фонде эффективной политики очень недолго. Было буквально около двух лет, начало нулевых годов. Так что в этом смысле я генетически к команде Павловского не отношусь. Когда я поступил в МГУ в 92-м году, уже будучи студентом-политологом, нужно было проходить практику. Одна из преподавательниц посоветовала меня, как хорошего студента, чтобы меня взяли для практики в Госдуму. Это был аппарат комитета Думы по делам общественных объединений. И как-то встретил одного из своих преподавателей в коридоре, который у нас читал курс как раз по регионам. В тот момент создавался аппарат партии Яблоков. И тогда был Вячеслав Ягрунов, он был зам Явлинского, который занимался созданием менопартийного аппарата и структурой объединения потом будущей партии. И он говорит, о, давайте познакомлю с Вяческо. Мы сели попили чай, мне дали первое задание написать аналитическую записку в состоянии дел в тогдашней создающейся московской организации. Я походил на свои собрания, понаблюдал, что там происходит. Ну и в общем написал записку. В результате моя работа профессионально началась, по сути дела, с работы в Яблоке. Это давало и опыт, это давало и связи, и знания и так далее. Поэтому, когда я ушел из Яблока, в какое-то время работал политконсультантом, потихонечку стал писать какие-то тексты, статьи. Ну и дальше уже метод снежного кома, когда одни знающие люди тебя зовут в какой-то следующий проект. А вот с точки зрения вашего рейтинга, те регионы, которые были в первой десятке по демократичности, сейчас соответствуют этим своим местам? Ну вот если возвращаться к тому исследованию, которое мы тогда делали, потому что его последний раз, это было уже, наверное, больше десяти лет назад, и вот когда мы пытались вернуться к этому проекту уже в Комитете гражданских инициатив, мы тогда попытались заменить их формализованными оценками. То есть попытаться найти какие-то институциональные показатели, там, допустим, устойчивость администрации, как сейчас меняются чиновники. Например, количество депутатов в парламенте, которые на штатной основе, то есть более независимые от губернатора. Политическую конкуренцию, которую можно померить в количестве кандидатов, в количестве партий, проходящих в парламент. Ну, какие-то вот вещи, которые можно посчитать и которые будут относительно объективными. И вот результаты показали, что, да, вот, скажем, те экспертные рейтинги, которые были там лет 20 назад, и то, что мы получили, да, какие-то регионы остались, какие-то регионы выпали, да, условно говоря, там, из этой группы. Проблема огромной страны, вот именно как раз ее колоссальная дифференциация. Преследования нужны постоянно необходимые, и без этого ты ничего не будешь понимать. В этом смысле я не говорю, что я там или кто-то еще там знает все. Наверное, такого человека вообще, наверное, нет. Я думаю, полную информацию имею только администрацию президента, потому что только у них есть такой масштаб... А они имеют информацию? Конечно, там есть и есть отлаженная система мониторингов, есть кураторы, есть люди, которые все как бы каждую неделю пишут там и так далее. Я там сам там 20 лет назад работал в фонде эффективной политики, который тогда выполнял функцию фактически аналитического центра, который обеспечивал администрацию президента. Скажем, я вот тоже был куратором какого-то количества регионов. Я по каждому своему региону каждую неделю путем мониторинга СМИ, путем звонков экспертам, уточняя какие-то вещи делал справку, что за эту неделю в регионе произошло. Они обобщались и уходили на еженедельное совещание. Понятно, что сейчас там фонды эффективной политики нет, но наверняка есть другие структуры. То есть очевидно, что эта работа была, есть и ведется. И они, конечно, это знают. Ничего похожего у позиций нет. То есть никакой похожей аналитической работы у позиций не существует. Поэтому власть, конечно, знает о стране на порядок больше, чем мы с вами, чем любой независимый эксперт. Тогда, если власть знает о стране многое, если почти не все, как так получилось, что, начиная полномасштабную военную операцию в Украине в феврале 2022 года, власть рассчитывала, что народ ее очень сильно поддержит? А в регионах господствующее настроение – это апатия. И поправьте меня, если я не права. Ну, власть же она не является единой. Кто сказал, что вот именно те самые люди, которые все это изучают и знают, именно они принимали это решение? Мне кажется, что это решение принимали другие люди. Какие? Ну, наверное, близкие, как я понимаю, к силовым структурам, у которых свой взгляд на ситуацию в стране. А они не пользуются аналитикой? Ну, смотрите, ведь власть устроена очень сложно. Есть разные ведомства, каждый из которых ведет свои мониторинги, занимается политикой, и они мониторят политическую сферу. Соответственно, их задача, понимая, что с партиями, с оппозициями, с депутатами, со СМИ и так далее. Есть ведомства, которые отслеживают ситуацию по регионам, но в своем отраслевом разрезе. Кто-то отслеживает образование, кто-то отслеживает финансы, кто-то отслеживает ситуацию с лесами. Каждое ведомство является держателем собственных знаний, и это как бы некоторое его ресурс влияния. Как он им дальше пользуется – это большой вопрос. Но они не лежат где-то в одном месте, что пришел, посмотрел, и вот оно, пожалуй, открытое. Это закрытая информация, это ресурс влияния, это ресурс авторитета этих ведомств. Это их богатство в некотором смысле этого слова. Поэтому какого-то открытого конкурса, когда кто-то получает все эти знания, на мой взгляд, его нет. Да и потом, ведь Власина тоже, скажем так, ни один человек не может поглотить знаний больше, чем он в состоянии понять. И очень многие чиновники, они просто объективно не в состоянии читать то огромное количество аналитики, которые к ним поступают. То есть, допустим, приходит огромное количество аналитических справок, а начальник может прочитать какой-нибудь один лист, где все это с квадратиками, с стрелочками, если это текст, он может две страницы прочитать. Естественно, все это упрощается до каких-то абсолютно примитивных значений. Если у разных ведомств разный взгляд на ситуацию, все будет зависеть от того, кто, в данном случае, более влиятельен и число бы более веско. Возможно, были данные понимания о том, что происходит в стране, о том, какая может быть реакция в случае, скажем, если это будет затягиваться. Мы же помним, как нам говорили, что это будет быстро, что будет за три дня и так далее. Возможно, гипотетические оценки негативной реакции на долгую, изматывающую историю отбивались тем, что все кончится быстро. А к администрации регионов это не имеет никакого отношения. Что действительно, на самом деле, сейчас происходит в регионах? Какие там настроения? И что люди ждут от грядущих выборов 2024 года? У нас есть некий фундаментальный раскол между тем, что всегда было базисом власти, и тем, что всегда было базисом любой оппозиции. Вот если мы вспомним, как проходили выборы, допустим, 30 лет назад. Начало 90-х годов. Тогда был Борис Николаевич Ельцин, и была патриотическо-коммунистическая оппозиция. Какие регионы тогда голосовали за эту самую коммунистическую патриотическую оппозицию? Это было четыре региона. Это был Северный Кавказ, включая Дагестан. Это был страшой Северный Кавказ. Что такое Красный Пояс 90-х годов? Это, конечно, аграрная периферия. То есть это аграрные регионы центральной полосы России и аграрные регионы юга. Но к участию Красного Пояса в начале 90-х годов были и национальные республики. Башкирия, Мордовия, Дагестан, Кабардино-Балкария и так далее. Кто голосовал за оппозицию? Крупные города. То есть территории с образованным населением, с интеллигенцией. Плюс крайний север, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Это было 30 лет назад. Что стало происходить где-то после прихода Путина к власти? То есть, грубо говоря, постепенно, с 2003 года и так далее. Сейчас картина ровно противоположная. Если мы возьмем любой регион практически, где голосуют за власть. Аграрные периферии и национальные регионы. Где голосуют за оппозицию? В региональном центре. То есть все перевернулось с точностью наоборот. Вот первыми перекрасились национальные регионы. Если, скажем, они еще в начале 90-х годов поддерживали почти все КПРФ. Хочу напомнить. Республика ТВА, один из самых таких провластных регионов, на президентских выборах 1994 года, один из немногих регионов проголосовал на президентских выборах за Николаевом Чарышковым, а не за Ельцина. Если кто об этом помнит. Но это был 1991 год. А уже в 1993 году, уже всего два года спустя, там первое место занимает одна из двух партий власти, тогдашней партия Российского единства и согласия. Про Ельцинская во главе с Шахраем. Никакого КПРФ там на горизонте уже не было. Там что, люди внезапно были иглевыми, а стали какими-то непонятными другими? Первыми перекрасились национальные регионы. Почему? Потому что там все зависело от элиты. Элита поменяла позицию и очень быстро поменялись общие результаты, поскольку все на эту элиту замкнуто. Потом потихонечку друг за другом перекрасились аграрные регионы. И весь бывший красный пояс, он сегодня пояс Единой России практически весь. А коммунистам звучалось ровно наоборот. Сейчас в любом регионе где самый высокий процент КПРФ? Это региональный центр, это вузовские участки и так далее. Сибирь резко выросло голосование за коммунистов. Там регионы севера, которые голосовали еще в начале нулях годов очень плохо, 90-х годов очень плохо, сейчас голосуют хорошо. О чем это говорит? Это говорит о том, что базовый раскол в России, он не идеологический. Он не между левыми и не между правыми. Это раскол социокультурный. Это раскол, по сути дела, конформисты, нон-конформисты. То есть есть территория, которая всегда за любую власть. Потому что она власть, потому что это архаика, потому что начальника надо поддерживать, будь он царь, будь он генсек, мы всегда за власть. Потому что одни, потому что они патриархальные, консервативные, там положено по совершенству. То есть старший значит уже уважаемый. Нельзя так просто против старшего выступать. Плюс они зависимы от того, что такое сельское хозяйство советское. Это тоже зависимость от того, чтобы привезли удобрения. Дотационное всегда было. Что такое крупный город? Крупный город – это индивидуализм. То есть это люди в максимальной степени, которые привыкли все для себя решать сами. Они минимально независимы от государства. Они минимально включены в какие-то коллективистские истории. Они критически относятся к любой власти, потому что они умные, они более образованные. Были диверсифицированы. Сложно себе представить город, в котором 90% голосуют за одну партию. Поэтому в городах всегда была сильна поддержка любой оппозиции – левой и правой. Только за эти годы поменялось представление о власти и оппозиции. А почему же это Красный Пояс? Что такое Красный Пояс с начала 90-х годов? А это не что иное, как поддержка старой уходящей власти. То есть это была в чистом виде ностальгия по тому, к Советскому Союзу. То есть старая власть ушла, в новая власть она еще не устаканилась, она не была в глазах людей настоящей. И вот Красный Пояс и национальные регионы, голосующие за коммунистов в 90-е годы – это как фантомная боль. На него зуб вырвали, а он еще болит. И постепенно, как только власть новая стала стабилизироваться, стала восприниматься как настоящая, как своя, а особенно после природы Путина, когда она уже и символику восстановила, и гимн, и флаг, и так далее. Все, уже своя, родная, все, наконец-то мы вернулись туда, где мы были. И они стали снова поддерживать все как всегда. А коммунисты перешли туда, где голосовали за любую другую оппозицию. Поэтому тогда оппозиции были условные демократы по городам, а сейчас стали коммунисты просто потому, что картия номер два, на коммунистическом рам observation нет ничего. Там только название, только Бренд. Вы знаете, когда мне спрашивают типа, а вот почему «Широкопдев» не сменит название? Я могу ответить, а почему например, газеты «Московский комсомолец» не сменит названия? А почему «Комсомольская правда» не сменит название? Да просто Бренд чистым видит. То есть люди не задумываются о смысле, потому что привыкли, потому что знают, потому что есть сеть, потому что есть структура, потому что есть люди… Потому что все-таки главное не идеология. Главный раскол. Он именно социокультурный, плюс на него накладываются еще вещи, связанные с тем, о каких группах хотят речь. Кто главные сотрудники власти? Это те, кто получает от нее деньги, по большому счету. Бюджетники, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, полиция, муниципальные служащие и так далее. Это прямая лояльность за деньги. То есть пока государство платит, мы государство поддерживаем. Соответственно, те, кто зарабатывают сами по себе, но они выбирают кого-то другого. На эти самые различия между регионами очень-очень хорошо укладываются. Если представить себе ситуацию, что вдруг власть России поменяется сегодня или завтра поменяется, и будет не Путин, а будет Навальный, будет кто-то еще. На мой взгляд, годика через четыре привыкнут к Навальному, и те же самые регионы, которые поддерживали Путина, Течня, Дагестан, будут также голосовать за Навального. Потому что это будет новая власть, это будет новый статус-кво. Те, кто поддерживал, придут в оппозицию, и все вернется в ту же самую картину базового электорального раскола. Потому что вот исторически есть аграрные регионы, национальные как опора власти, и есть все остальное. А все остальное почему против? Потому что крупные города по одной причине, а почему крайне север в оппозиции? Почему Урал? Почему Сибирь? Потому что, во-первых, там не было припасного права, люди туда приходили раньше государства, люди привыкли же сами по себе. И это воспроизводится из поколений в поколение. Плюс на это накладывается во многих регионах ситуация экономическая. Чем больше конкурентных центров в экономике, тем, опять-таки, тоже больше оснований для независимой политики. Плюс, если это крупные вузовские центры, типа Новосибирска или Томска или что-то еще. Плюс может быть ситуация, скажем, этнической неоднородности. В Якутии, например, огромные по площади. И есть какие-то субэтнические группы по конкретным улусам. И размер имеет значение. Потому что, когда территория огромная, когда даже до районного центра надо лететь или ехать часами, то ты не можешь оперативно контролировать, что там творится. Территория – это всегда расслабон. Такое огромное гигантское болото, где вроде бы все лояльны, но никакая жесткая вертикаль в болоте невозможна. Это и плюс, и минус. Получается, что в условиях такой гигантской страны, где с помощью вот этих расстояний огромная разница в культурах, в территориях. С одной стороны, очевидно, что не может везде одновременно проходить, скажем, какая-то общая реформа. То есть есть территории бесконечного догоняющего развития. Есть территории, которые там очень сильно отстали. То есть то, что было мейнстримом здесь, где-то только-только-только дошло и наоборот. Плюс заключается в том, что никакого жесткого авторитарного режима или тоталитарного в такой системе восстановить практически невозможно. То есть так как люди даже в советские годы очень часто бежали от государства, просто переезжают в другие регионы, теряют документы и так далее. Ну и все, начиналась как бы новая жизнь. Минус заключается в том, что это колоссальная проблема для развития какой-то альтернативы государству. При таких огромных размерах, где транспорт имеет колоссальное значение, никто не в состоянии сравниться с государством по обладанию этими ресурсами. Создать сильную позицию при таких гигантских издержках практически невозможно. Я всю жизнь занимался регионами, выборами, партиями и так далее. Наши демократические партии даже в лучшие годы не имели нормальной региональной сети. Дай бог, чтобы это были только крупные регионы. Как правило, даже в конец 90-х годов, когда у нас была фракция Яблоко, потом еще была фракция СПС, даже в лучшие годы большинство регионов это была чистая фикция. Навальный объехал вроде бы все российские регионы. Я сейчас не говорю про то, что объехал. Была постоянно работающая структура, которая действительно является субъектом местной политики. Даже в лучшие года охватывали, ну дай бог, половину. Тот же Навальный никогда не было полного состава штабов. То есть никогда не было полного списка регионов. Там, если не ошибаюсь, по-моему, 47 что ли у них было или сколько-то. То есть они немногим превышали половину. И это недостаточно? Конечно, этого недостаточно. То есть по сравнению с властью однозначно. Допустим, у коммунистов, например, во всех регионах есть. То есть они уже на порядок слабее присутствуют, но даже у них охвачены там все регионы. ЛДПР, куда бедно, а то охвачены все. СССР сейчас потихонечку разваливается, деградирует, но у них тоже что-то, куда бедно, все-таки есть везде. У демократов даже в лучшие года, даже в лучшие года, в многих регионах это все было фиктивно. Был человек с печатью, который просто ездил на съезд в Москву, а в регионе он был никто и звать никак. И там ни журналисты не знали, кто это, ни тем более обычные обыватели, обычные люди. Это проблема. То есть при таких гигантских расстояниях, при таких издержках создать сильную позицию очень тяжело. И история про нашу демократическую интеллигенцию, это обычная история про Москву, про Петербург, про Новосибирск, про Екатеринбург, а за их пределами все отдельные точечки, типа Карелии, Пскова. Но вот они мерцают, мерцают. Обычно все это связано с каким-то одним человеком, который активный, который вокруг тебя собирает людей. Но если с ним что-то случается, то эта точка потихонечку гаснет, и, как правило, потом ничего не остается. И вот на этом фоне, который я рисую, он очень долгосрочный. Он определяет ситуацию годами. Периодически бывают какие-то изменения. Да, какие-то регионы, скажем, могут потихоньку развиваться, эволюционировать в какую-то сторону демократическую. Но бывают вещи, которые связаны с личностями. Допустим, да, протестный какой-нибудь регион может вдруг на какой-то период стать провластным. Если вдруг приедет какой-нибудь такой губернатор Держимодр с хорошей командой, который всех загонит за мажай, и действительно люди боятся, ну ладно, сделаем как ему надо, пускай. Вот был такой губернатор Колесов в Амутской области, которого привезли туда в конце нулевых годов из Татарстана. И действительно при Колесове вдруг внезапно Амутская область стала показывать татарские результаты. Но поскольку он был человеком внешним, он привез такую же внешнюю команду, их деятельность вызвала в регионе очень резкое отторжение, резкий протест. Моментально пошли тонны компромата, скандалы и так далее. Хочется с тем, что его сняли. И как только он уехал, регион вернулся туда же, где он был, и он стал голосовать как всегда. Была республика Коми, которая типичный северо-западный протестный регион. И голосовала, в общем-то, очень похоже на соседние регионы, на Архангельск, на Вологодскую область. И вот при губернаторе Гайзеля возникла такая группировка во власти, которая создала систему такой круговой поруки, при которой Коми тоже стала показывать такие полусеверокавказские результаты на северо-западе России. И когда Гайзера внезапно посадили, пересажали все его окружение, включая председателя избиркома. Республика Коми вернулась туда же, где она была. Она снова стала протестным регионом, как она была раньше. То же самое бывает с регионами такими аномальными, как мы говорим, с авторитарными. Вот один из регионов Северного Кавказа, который всегда обеспечивает якобы высокие проценты за «Единую Россию» и общую часть в выборах – это Адыгея. И вот там был период в начале нулевых годов, когда главой Адыгеи стал Хазрецовмен. Группный бизнесмен, тогда хозяин золото-добывающей компании «Полюс». И у него был сразу конфликт с местной элитой, и там была веселуха. Там менялись премьер-министры, значит, он конфликтовал с парламентом, они друг друга пытались там отправить в отставку, он стал себя расплосить с парламентом и так далее. Но в конечном счете его сняли, и регион вернулся туда же, где он был. Был бунт в Калмыкии, когда был конфликт мэра Элисты Бурулова с Олюмжиновым, и вдруг Элиста проголосовал за коммунистов и так далее. Но это был, опять-таки, бунт вместо элиты против губернатора. То есть бывают всплески в авторитарных регионах тоже, но они объясняются внутренними раскладами. Попыткой элиты устроить какую-нибудь гадость губернатора, чтобы его сняли, потом приезжают новые, договариваются, и все, регион так же живет, как и раньше. И они говорят о том, что эти цифры, которые мы получаем, настоящие. Просто политическая ситуация в регионе такова, что всем основным участникам выгодно договориться об этих цифрах, и получается то, что получается. Поскольку очень сильна клановость, очень сильны взаимные связи, друзья, родственники, племянники, и никто не хочет ни с кем ссориться, потому что круговая порука. Поэтому есть некий неформальный сговор между элитами, а выборы просто закрепления результатов этого сговора, где каждый вроде что-то получает. Если бывают сбои, тогда выходят какие-нибудь родственники, там побуянят, и как-то передоговорятся, как это бывает в Дагестане, в конкретных районах или городах. И вот это общая картина. То есть в целом устойчивый фундамент, который потихонечку очень медленно меняется. Война внесла коррективы в это? Нет. Эта картина очень устойчивая. Ситуация за последние полтора года почти не меняется. Например, многие регионы, про которые пресса очень много писала, что вот, очень много призванных погибших, типа Бурятия. Мы видим, если посмотреть на эту ситуацию в регионе, за последние несколько лет Бурятия стала гораздо более управляемым регионом, чем раньше. Но я думаю, что в этом есть некий успех команды ЦД, ЦД, который довольно жесткий руководитель, ну и, возможно, какие-то личные проблемы, ошибки местной оппозиции. То есть никакой мощной оппозиции за последние полтора года в Бурятии не появилось. Наоборот, ситуация стала, с точки зрения конкуренции, скорее хуже, чем была. В этом смысле сказать, что события февраля прошлого года как-то изменили ситуацию в России, нет, они изменили. Более того, для многих регионов, чем они дальше от Москвы, там, Сибирь, Урал, то, что происходит, это элемент какой-то, скорее, такого не только шоу телевизионного, а это что-то очень далекое. Да, они видят последствия экономические в том числе, они видят с погибшими и так далее, но все-таки это далеко. Сказать, что какой-то массовый прорезг, мы его не видим. Скажем, да, есть ситуация, связанная с недовольством людей, доходами, компенсациями, когда люди погибли, пострадали. Да, эта тема существует. Но сказать, что вот жизнь там уникально поменялась, это не правда, это не так. Профессор Зубаревич говорит о том, что экономически многие регионы, где есть много погибших, и, соответственно, родственницы получили за них большие деньги, экономически стали выглядеть лучше. Ну, Наталья Васильевна, она экономист. Я не экономист, я сужу по политической части. В оперативных компаниях мы этого не видим. То есть, скажем, прошлый год и вот этот год. Единственное, как тема спецопераций присутствовала в выборах, это вот именно риторика, связанная с социальной защитой пострадавших. И насколько я видел данные фокус-группы, регионам действительно, когда люди спрашивали, что их волнует, тема того, что государство, как по мнению граждан, должно им компенсировать какие-то убытки, в том числе личные, от происходящего, да, эта тема есть. Во всем остальном, ну, я думаю, это, видимо, особенность нашей страны, понимая масштаб государственной машины, ее ресурсы, вот напрямую против государства люди выступать публично, во всяком случае, не готовы. Они могут по конкретным позициям возмущаться, да, что там денег не дали, там не помогли, там что-то не так сделали, но идти против государства – это какой-то эволюционный, какой-то перелом, эволюционный скачок, это какая-то совсем другая история. Люди же очень быстро адаптируются. Шок, он не бывает очень долгим. То есть, ну, сколько времени человек может быть в состоянии шока? Две недели, три недели, месяц? Ну, не может быть полтора года в шоке. Люди привыкают, люди уже живут в условиях новой нормы, да, вот, пытаются выживать, находить какие-то новые бизнесы. Когда общаешься с людьми из регионов, в общем, порой даже удивляешься, у них энтузиазм порой. Они не пытаются выходить за пределы какой-то своей частной жизни, вот они приспособились, и все вроде как нормально. С этой точки зрения, по-вашему, что будет предлагать Путин в качестве своей предвыборной кампании 24-го года? Войну, мир, деньги или стабильность, как обычно? Для власти, на мой взгляд, сейчас главное, чтобы вот те существующие страхи и фобии, которые есть в обществе, не пришли в некую грань. Поэтому любые эксперименты, связанные с играми, со страхами и с надеждами людей, очень опасны. Власть эти полтора года показывала, что об этом ничего страшного нет. То есть Путин не переодевался в военную форму, в отличие от Зеленского. Никакого военного положения, хотя ведь один из нарративов контрпропаганды было постоянно на внедание страха, что вот, не сегодня, не завтра, войдет военное положение, будет овела мобилизация. Постоянная попытка создать какие-то общественные ожидания, которые вызовут некий надлом общественный, что люди испугаются, какой-то разорвется контракт, вот этот негласный, деньги в обмен на лояльность, которые обеспечивают существование нашей власти, ее электоральные успехи. Но этого не происходит. Власти очень хорошо понимают, что делать нельзя, потому что тогда все посыпется. То есть должно быть ощущение, что в целом, да, проблемы есть, но все стабильно стоит, мы их решаем, там вот один бизнес закрылся, другой бизнес пришел. Нужна некая демонстрация спокойствия и силы, уверенности в себе. Любая попытка чрезвычайшины, это доказательство, что все идет плохо. И власть поэтому на это никогда не пойдет. Поэтому, на мой взгляд, задача президентской кампании показать, что все нормально, по возможности показывать какой-то оптимизм, то есть выставка на ВДНХ, там и так далее. То есть смысл в том, что вот мы пережили и переживем, деды наши пережили, и отцы наши пережили, и мы переживем, и показывать какие-то публичные доказательства того, что проблемы, которые есть, они решаются, будут какие-то новые надежды на будущее. Выставка на ВДНХ, она все-таки пробующее. И там такая концепция будущего, которая светит только одной России, а больше никому. Это будут продавать? Я думаю, что это будут продавать, скорее всего. То есть главное, чтобы ничего не случилось, воду нести, не расплескать. То есть вот если есть некая такая стабильность, которая сложилась, вот задача власти дойти с этим блюдом, с этой стабильностью, с этой водой стабильностью и не расплескать ее в стороны. Их проблема в том, что когда все очень скучно и когда нет никакой интриги, нет особенного мотива идти на участки. То есть ведь люди приходят голосовать тогда, когда есть ощущение важности этого поступка. Если мы вспомним выборы губернаторов, у нас на оригинальных выборах и как обычно всегда низкая. 30-40 она, по разным регионам есть, конечно, где выше, но это регионы аномальные. Средний регион 30-40%. И она редко меняется. То есть даже вот за эти последние годы, когда вели голосование 3 дня, она тоже такая же по сути дела остается. Так вот, у нас были четыре с половиной случая, когда были вторые туры выборов губернатора. Был 15-й год, Иркутск, когда вдруг выяснилось, что там Сеерощенко не хватило нескольких десятых процентов и был второй тур. И был 18-й год, когда был Приморский и Хабаровский края, Хакасия и Владимирская область. И вот так вот, во всех этих случаях, когда люди вдруг узнали, что оказывается, мы не выбрали нашего губернатора, будет второй тур, во втором туре везде был рост явки. И как показал дальнейший анализ, почти весь прирост явки ушел оппозиции. То есть те люди, которые в эфирном туре просто не пошли, считали, что это бессмысленно, узнали, ну надо же, шанс это есть, и через неделю ломанулись. И в итоге, во всех случаях, де-факто победили оппозиционеры, в Приморе выборы отменили, но по факту там побеждал Ищенко, кандидат от коммунистов. Это говорит о том, что базовая стратегия власти, она была всегда одной и той же. Вот, мобилизовать своих, то есть те, кто получает деньги в обмен на лояльность, плюс вот эти базовые регионы. И все, их вместе этого хватает. На региональных выборах они явко особо не заморачиваются, потому что, ну, они сами перед собой отчитываются, для внешней репутации это не имеет большого значения. Поэтому их не пугают, что явка там, может быть, 15%, 20%, 80% не пришло, но их это и устраивает. Прекрасно. Наши по списку бюджетники пришли, этого хватает, мы победили. А на президентских им явка нужна. Меня часто спрашивают, а зачем им явка на президентских? Здесь, как бы, ответ сложный, мне кажется, скорее психологический. Во-первых, есть такой советский подход, легитимность оценивать через явку. Когда в советские годы проходили выборы где-нибудь там в США, или во Франции, или в Великобритании, о чем рассказывали наши новости? Что вот, вновь на выборы в США пришло меньше половины населения и так далее. Всегда показывают, что вот наш советский выбор настоящий, у нас люди за власть, а там всегда приходит только какая-то маленькая часть, явка низкая. И этот нарратив никуда не ушел. Плюс, они же привыкли друг друга оценивать тоже, путем постоянных сравнений. То есть, есть некое планирование достигнутого. Нельзя, чтобы в итоге были хуже, чем раньше. И у нас там президентских явках всегда выше, чем она была на многосдумовских. Если вот, ну вот, я с представителя выписывал, да, вот если посмотреть циферки, вот у нас на выборах президента самая высокая, ну а формальная по протоколу, явка была в 2008 году. 69,8%. Вот сейчас тут некоторые СМИ пишут, что хотят там чуть ли не 80. как при отсутствии интриги при массовой депрессии, фотостроенции значительной части общества обеспечить такую явку. Даже вот этот 2008 год, где было чуть меньше 70%, даже он, по мнению экспертов, аналитиков, которые занимаются электоральной статистикой, это год самых массовых фальсификаций. Если идти этим путем, просто рисовать это все, ну, конечно, можно там посадить всех наблюдателей, рисовать всех экспертов, которые это анализируют, но цифры же, они все равно останутся. Цифры можно анализировать в любой точке мира, когда они есть. И там аномалии все равно выползут, будет все равно скандал. Возникает вопрос, а что делать-то тогда? Рисовать все плохо и опасно, то есть нужна какая-то граница рисования. Не нужно, чтобы люди пришли. Что делать? Нужно трассировать какую-то движуху, какая-то интрига нужна. Нужно, чтобы что-то о выборах говорили и писали. Поэтому провести их полностью дистиллированно нельзя. Нужно запустить кого-нибудь, который будет говорить хоть что-то близкое людям. И здесь вот у власти возникает выбор, а кого запускать, а с кем конкурировать, чтобы хоть какой-то был мотив людям на эти участки приходить. Главное, бред, будет заявку. Понятно, что явку поднимают какие-то яркие люди, яркие персонажи. Но яркие люди же могут быть как яркие эмоции. Сейчас можно выйти из-под контроля. А вдруг у людей появятся надежды, они ломанутся, как бы там было в Хакасии или в Хабаровске. Поэтому ищут, ищут между интригой и ее безопасностью. То есть та депрессия, о которой вы говорите, и та усталость от текущей ситуации, она не сработает на то, что люди, в принципе, за кого угодно проголосуют? Кто угодно, это, скажем так, тоже вещи, которые люди должны узнать. Просто так, наличие имени человека при отсутствии компании тоже недостаточно. То есть должен некий общественный процесс происходить, и у этого движения за голосование за этого человека тоже должны быть некоторые акторы, которые будут на этот процесс работать. Ведь Фургал тоже был кандидатом согласованным. Ну не подставным, да, согласованным. То есть он был технический, считалось, что никакой компанию не ведет, агитации особо не было, но в местном сообществе прошла какая-то консолидация между неформальными лидерами, и вот там тысячами сигналов по местному сообществу пошли данные о том, что мы голосуем за Фургала. То есть неформально люди попытались этого кандидата выбрать. И это сработало, ну тем более, это регион, где все основные яркие люди знают друг друга. Масштабе страны это сделает очень тяжело, другой масштаб, другая история. И я думаю, что если это вдруг на каком-то этапе начнет происходить, наверное, власть как-то на это среагирует. Поэтому я думаю, что, учитывая короткий интервал, компания очень маленькая по времени, ну, ожидать, что-то такого не стоит. Поэтому максимум, что может сделать оппозиция на этих выборах, показать, что она существует, то есть показать, что мы еще не сдохли, что мы еще что-то говорим, что мы еще что-то делаем и так далее. Это демонстрация того, что, во-первых, Россия неоднородная, что в России все равно остаются разные территории, разные люди, у них есть разные взгляды и так далее. Потому что, вот, мне кажется, что попытка все упростить, сделать черно-белым, сказать, что вот, там нет никакого разнообразия, все одинаковое, выборов в России нет, ну, это неправда. В этом смысле яблоко, с которым вы много сотрудничали в своей жизни, это оппозиция? Оппозиция все, если быть точно методологически, все, что не власть, и коммунисты, и даже ЛДП, это все оппозиция. Попытка считать оппозиции только своих, раз они мне нравятся, то они и оппозиция, это неправильный подход. Мне никто не нравится, поэтому я пытаюсь найти из-за коммунистов. Значит, если мы пытаемся определить понятие, да, оппозиция это то, что во власть саму не входит. Иные партии, даже системные, они не являются частью власти, они не принимают решения, они с ней конкурируют, де-факто, на выборах разного уровня, они зависимые, они боящиеся, на них можно давить, но это не означает, что они и власть одно и то же. Если собака у вас на поводке, и за решеткой где-то сидит, но она и вы, это все-таки не одно и то же. Когда власти что-то нужно, она не будет выяснять системную оппозицию, внесистемная какая-то еще, она не будет защищать ваши интересы. Власть защищает только сама себя. Пальсификация – вещь очень примитивная, они проводятся в большом объеме, на большом количестве участков, если они проводятся, и так далее. Там диверсифицировать, давать сложные указы, что вот этим столько, этим столько, но так не бывает. Это очень простая примитивная история. Если помогают, то кому-то одному и все, всех остальных ломают через колено. Даже вот за прошлый год, если посмотреть по регионам, у нас там были посажены, арестованы и коммунисты, и ЛДПР, буквально только что в Краснодарском крае арестовали. Александр Глескова, это лидер региональной ЛДПР, очень яркий региональный политик, такой типичный человек, который сделал сам себя. Есть регионы, где новые люди, новых людей мочили, в Якутии тоже мешали, где, например, перед этим снимали на выборах в Псковской области. Есть регионы, где там эсеров мочили, есть регионы, где яблоко снимали. То есть у нас нет ни одной политической партии, ни одной, у которой нет пострадавших, посаженных, арестованных и так далее, на выборах разного уровня. Если власть им кто-то мешает, она будет с ним разбираться, независимо от того, в какой политической партии. А считать, что мы настоящая оппозиция, а все остальные не настоящие, ну это снобизмом просто-напросто. И мне кажется, это одна из проблем, почему у нашей демократической оппозиции, скажем так, столько проблем и так много поражений. А потому что нет понимания, что все остальные, кроме вашего близкого круга, они тоже достойны внимания, и они тоже представляют какую-то важную точку зрения. Потому что огромное количество людей, арестованных, посаженных, скажем, в религии коммунистов, они кого-нибудь волнуют среди нашей демократической оппозиции? Они такие же политзаключенные, но много ли про них вспоминают? Много ли наших представителей демократической оппозиции, эмигрировавших, что им сказали про Глескова? Много ли у них сказало что-нибудь про посаженного в Приморском крае Артема Самсонова, лидера Владивостовских коммунистов? Это путь в никуда. И мне кажется, что вот та картина, которую мы наблюдаем, когда во многих регионах никогда не было сильных демократических организаций, эта история во многом рукотворная. Это от нежелания и неумения говорить с простыми людьми. Мы в своем гетто, мы ходим по выставкам, по каким-то концертам. Ох, какие мы все умные, мы все знаем. Можем поговорить о литературе, о поэзии. А они там плебс, они ничего не понимают, они где-то там далеко, ими можно не интересоваться. А то, что они нас не понимают, это их проблемы, значит, народ у нас такой недостойный. Когда получится образование, тогда мы с ними поговорим. Мне кажется, что вот история того, почему у нас такая слабая демократическая позиция, ну, в очереди, наверное, связанная с тем, что, конечно, сама по себе интеллигенция, люди умственного труда, люди, для которых личные ценности и непохожесть являются высшей ценностью, конечно, ни в какую жесткую структуру никогда не пойдут. Комфортнее быть самому по себе, чем идти куда-то там. Я не считаю себя, условно говоря, собственностью какого-нибудь партийного лидера. Это логично, это понятно. Но, естественно, в таких условиях никаких сильных организаций тоже быть не может. Ну и плюс, конечно, контент-дискурс, потому что, если вы говорите на своем птичьем языке, который понятен только какому-то узкому кругу продвинутой московской интеллигенции, ну, конечно, вся остальная страна не очень будет понимать, о чем вы говорите. За последние 15-20 лет был один вариант выхода из этого гетто, это был Алексей Навальный. По большому счету, то, что сделал Навальный, это была как раз попытка выйти вот из этого, значит, пузыря, вот такого внутреннего московского и питерского демократического и начать говорить с людьми на понятном ими языке. Что интересно, ведь Навальный свою структуру в регионах создавал вопреки устоявшимся каким-то старым демократическим структурам, сеткам и так далее. Там в регионах не было никаких признанных демократов, каких-то там уважаемых представителей интеллигенции. Кто это были? Студенты, как все молодые ребятки, молодые бизнесмены, там вообще до 30 лет, которые в регионах были никто и ниоткуда. Навального за это и посадили, потому что Навальный покусился на святое. Он залез в ту самую электоральную нишу, где власть всегда была абсолютным доминантом, где кроме нее никто с людьми никогда ни о чем не говорил. Конечно, он за это и пострадал, потому что он стал действительно выходить на массовую аудиторию, и это могло быть каким-то шансом на будущее, что действительно там можно было ждать каких-то в дальнейшем перемен. А то, что происходит в московском гетто, там, компания Ляксиния Собчак 2018 года, это никакой угрозы никому точно не представляет. И никогда представлять не будет. Но как мало времени потребовалось на то, чтобы регионы забыли о том, что у них был Навальный, и как было это популярно, здорово, красиво, симпатично и перспективно. Ну, это же другая история. Понятно, что когда у вас штаб работал полтора года, и потом всех посадили, ну, кто бы там помнит, чтобы вещи становились каким-то привычным фактом региональной политики, они должны существовать какое-то более-менее заметное время. Люди должны к ним привыкать. То есть эта структура должна устояться. Значит ли это, что для этих регионов вариант оппозиции вообще в принципе невозможен? Они все запомнили этот опыт и никогда не будут в этом участвовать? Я думаю, что все еще будет. И будут и новые лидеры, и будут новые организации. Просто это процесс, но он не бывает по мгновению волшебной палочки, что вот взялся, мы получили другую страну. Бац, и там регионы стали конкурентными, там моментально вышли какие-то общественные лидеры, там тысячи людей, там, значит, стали, там проехали какие-то массовые компании. Так не бывает. Это долгая история. Огромные размеры, разная скорость изменений, да, там и так далее. Все это долго, тяжело, часто завязано на людей, человека не стало, да, и процесс затормозил, целенно уехал куда-нибудь. В этом смысле, кстати, очень сильный удар по развитию, потому что прослойка активная в регионах очень тонкая, она наращивается очень медленно, и вырвать вот из нее такое энное количество очень важных людей, на которых были завязаны очень многие общественные инициативы, это не лишить будущего, но это обескровить на какой-то довольно долгий период. Это потеря времени для страны, для регионов. Важный вопрос, касающийся, ну, скажем так, настроения партии войны около Стрелковских, вот тех людей, которые считают, что самым важным проявлением патриотизма сейчас будет продолжать войну, и которые в претензии к народу говорят о том, что народ не вовлечен по-настоящему в войну, нет такого прям духа, и люди пытаются жить свою жизнь. Насколько эти настроения для регионов маргинальны или наоборот существенны? Пока я их не вижу. Тут же Стрелков, как показалась ситуация, да, в общем, ни на какую сеть не опирается, количество подписчиков это не индикатор, ничего, никакой сети способны проводить какие-то общественные акции компании у Стрелкова бы никогда не видели и не увидели, да, после его задержания. Ничего этого там нет. То, что люди готовы что-то поддержать, когда это случилось, вовсе не означает, что эти люди готовы хоть что-нибудь сделать, чтобы это произошло. радоваться тому, что в магазин привезли какие-то новые товары это одно, а что-нибудь сделать, чтобы их привезли это совсем другое. Я абсолютно убежден, что, скажем, когда власть по какой-то причине изменится, скорее всего внутренней, будет общественный подъем. Потому что люди будут очень рады, что что-то начало меняться, будут какие-то горизонты, ожидания и так далее. Но это вовсе не означает, что эти люди являются материалом к тому, чтобы эти перемены произошли. Идти вперед на абразуру и пользоваться результатами это где большая разница. Поэтому мне кажется, что на абразуру никто не будет идти, потому что люди прагматики. У людей своя единственная жизнь. Они не хотят ее ломать, они думают о себе, о детях каком-то еще. Когда мне спрашивают, а что делать людям в России в этой ситуации, особенно с теми, кто не согласен с тем, что происходит. Мне кажется, что самое главное сохранять себя. Вот если человек может сделать что-то полезное сейчас, это сохранить себя. На сколько лет? Не знаю, на сколько лет. Но не участвовать в гадости, просто, может быть, уходить на дно, это тоже не самый плохой вариант. Потому что нужно дожить. Потому что сломать себе жизнь и своим детям, ну а что вы добьетесь? Вы кому-то поможете? Учитывая масштаб существующего режима, да, и его ресурсов, ну вряд ли вы в одиночку что-то с этим сделаете. Поэтому сохранять себя насколько это возможно. И я не думаю, что это какая-то история там прожертвования. Вот для меня решение остаться в России, это не решение про общество. Это скопа рогматической истории. Я сам для себя отвечаю на вопрос, а где мне будет проще выжить в этой ситуации, как вот сейчас? Как человек, все-таки довольно близко знакомый со структурой «Яблоко», ответьте на вопрос всех тех, кто голосовал за эту партию в 90-е годы. Ведь там выросли и Яшин, и Навальный, и многие другие люди, которых потом «Яблоко» выбросило наружу, не сильно нуждаясь в них. А почему так произошло? Почему это единственная партия, на которой так сенодеятельность оказалась несостоятельна на российском политическом пейзаже? Ну, я думаю, что тут есть фактор, конечно, личный. Ну, и давайте не говорить «го, пока не перепрыгнешь». Будущее закончилось тогда, когда вы умерли. Пока вы живы, значит, всегда есть какие-то варианты. Яблоко живое в том смысле, что там есть люди, есть разные люди. Конечно, ее масштаб и размеры деятельности несопоставимы с тем, что было 20 лет назад. Но говорят, что яблока нет, это неправда. Яблоко существует. Но яблоко отказалось последовательно от всех тех людей, которые потом стали важными в оппозиции. Ну, я сам ушел из яблока. Но это не означает, еще раз, что яблока нет. Яблоко может возродиться. У яблока есть в ресурсии возможности, скажем, в случае реальной смены лидера, в случае каких-то событий. Дело в том, что при прочих равных организация, у которой есть опыт, сеть, люди, знания и так далее, всегда будет иметь некий приоритет в развитии перед той организацией, у которой такого опыта нет. Почему не умирает ЛДПР? А потому что ЛДПР как структура, которая накопила колоссальный опыт работы, у которой есть инфраструктура, штабы, система подготовки кадров. Это само по себе колоссальный ресурс. То есть он будет работать до тех пор, пока у этой структуры есть деньги на поддержание существования. И там можно менять руководителей, можно менять кого-то еще, но это само по себе огромное преимущество конкурентности по сравнению со всеми другими. В этом смысле, даже с точки зрения теории политических институтов, есть понятие институционализации. Это термин, который описывает устойчивость. То есть некая структура стабилизировалась, является ли она политическим актором или нет. Количество электоральных циклов, в которых организация может в политике выживать. И считается, что чем больше циклов прошло, есть разные подходы, какие факторы дают шансы на эту самую институционализацию, какие снижают. Один из этих факторов это фактор предначального успеха. Гробно говоря, он означает, кто первый встал с второй этапки. То можно быть по многим позициям, скажем так, не самой лучшей организацией. Можно иметь массовые претензии сторонников. Можно проводить не очень грамотную кадровую политику. Но поскольку вы были первыми, вы это право со собой застолбили, то вы получаете некоторую нишу в массовом сознании. И она работает на вас, невзирая на все ваши ошибки. Потому что вы были первыми. И вы индиционно эту нишу уже заняли. Яблоко, на мой взгляд, с точки зрения истории, эту нишу заняло. И во многом работает, конечно, как собака на сене. Сама не сием, другим не дам. Но она сама с этого сена не уйдет. И в этом смысле, да, у нее есть структура. Конечно, по сравнению с другими, с КПРФ, с ЛДПР, масштаб и размах несопоставимы. Ресурсы несопоставимы. Но у других демократических организаций и этого нет совсем. Была попытка Навального, она была очень широкая, она была очень драгостоящая, называющая своими именами. Это стоило очень много денег, но она была короткой. И, конечно, от этого сегодня мало что осталось. Чечня. То, что позволено Чечне, не позволено больше никому. До каких пор это будет продолжаться? И что будет происходить с Чечнёй, когда там не будет Рамзана Кадырова? Это будет продолжаться долго, потому что внутри в Чечне существует совершенно другой уклад социокультурный. Другая властная традиция, другая структура соподчиненности. Ну, все абсолютно другое. И это не только в Чечне. То есть политические режимы соседних регионов Северного Кавказа тоже довольно сильно отличаются, скажем, от ситуации в Карелии или в Екатеринбурге. Но только в Чечне можно избивать человека под камеры в СИЗО и получать за это ордена. Я же не говорю, что это хорошо. Нет, я не говорю, что это хорошо, я говорю об эксклюзивности. Я говорю о том, что это существует благодаря объективным вещам. То есть есть объективные отличия, связанные с особенностями этих территорий. С особенностями отстава населения, с особенностями культуры, с особенностями местных элит, которые очень сильно милитаризированы, где есть культсила, от этого никуда не уйти. И то, что сейчас случилось, как бы вот ситуация замирения, когда де-факто, по сути дела, существует особый политический режим, но она может быть не настолько уникальна, ведь учитывая огромные масштабы страны, там принцип одна страна, две системы, ну, у нас есть, на нас есть Китай, да, где вот есть, скажем, там, есть базовый политический режим, да, в основном Китае, есть, допустим, Гонконг, с Макао, с нескольким другим, но вот есть отдельный Тайвань, который они тоже бы хотели туда же, но Тайвань не хочет. Но, во всяком случае, есть примеры, когда политические режимы внутри страны могут отличаться. Они, конечно, экзотические, эти варианты, да, но наша страна тоже мало с кем сопоставима. Поэтому я думаю, что вот ситуация, когда выбирая между территориальной целостностью и необходимостью иметь вот нечто такое политически-народное, самобытное внутри, выбрали вариант второй, исходя из того, что будет происходить какая-то постепенная интеграция с годами, что будет все разглаживаться. Я думаю, что ни такого варианта нет. И мне кажется, что все, в конечном счете, будет упираться в деньги и полномочия, независимо от того, кто будет следующим главой государства или следующими по цепочке, какие-то варианты взаимодействия будут находиться. Я думаю, нам с этим жить довольно долго. И Чечня не поменяется в один момент, но не изменится. Кстати, вот по поводу того, о чем речь шла про Украину, опять-таки, давайте разделять личные оценки, что нам нравится, что нам не нравится. Мне в этой жизни очень многие вещи не нравятся. Я был бы рад, чтобы их не было. Но от того, что они мне не нравятся, они не исчезнут. К сожалению, те решения, которые были сделаны, они приняты. То, что происходило в этом году, мне кажется, что ожидать каких-то радикальных изменений, вот той линии соприкосновения, которая есть сейчас между Россией и Украиной, не приходится. То есть мы видим, что Украина не в состоянии, по сути дела, ее радикально поменять. Не Россия. Так что, скорее всего, сценарий некой заморозки, в том виде, как оно есть сейчас, я имею в виду, с точки зрения территории, наверное, наиболее вероятен. И кто бы к власти ни приходил, ему придется как-то с этим жить в дальнейшем. Будут ли политические условия для того, чтобы принять какие-то решения жесткие, отоградать назад, например, вернуть территорию, наверное, это будет сделать сложно и тяжело. Я думаю, что население примет все. То есть учитывая, что уровень конформизма у нашего населения очень высок, степень лоализма любой власти в обмен на получение субсидий, пособий, зарплаты, ресурс этого очень большой, то мне кажется, что, в общем, те, кто считает, что будет какой-то массовый протест, я думаю, что его не будет. Ну, был Херсон и нет Херсон, и кто обратил на это внимание. Здесь, здесь история, наверное, другая. Ситуация внутренняя, внутриэлитная. Будут ли готовы те элиты, которые были заинтересованы в присоединении этих территорий, согласиться на каком-то этапе на иной сценарий, в каком они будут в том момент положении. Будут ли у них ресурсы, будет ли у них влияние, будут ли у них какие-то иные вещи, чтобы это позитивно отстаивать. Это вещь, которая, наверное, может как бы меняться, но это в некой этой фантазии. Ситуация, которая сейчас на сегодня, если исходить из того, что базовые балансы внутри будут оставаться как сейчас, нам с этим придется какое-то время жить. Регионам другим на то, что происходит в Чечне, и на ее особые условия плевать? Ну, наверное, людям бы хотелось, чтобы у них тоже были особые условия. Вряд ли кто-то где-то бы отказался. У нас периодически на региональных выборах тема такого регионального патриотизма возникает. В Республике Коми, например, на выборах, которые были в 1925 году, возникала тема налогов, что давайте, чтобы в регионе оставались доходы от нефти и газа. В Бурятии как-то справедливая Россия пыталась с этим играть, и был такой плакат, «Бурятия превыше всего», сразу возникли ассоциации с немецким гимном. Есть эта тема, в регионах она периодически присутствует, и людей это важно. Но вот очень часто здесь возникает подмена понятий. Не нужно путать региональный патриотизм и сепаратизм. Это не одно и то же. Жители почти любого региона хотели бы, чтобы он развивался. Жители почти любого региона часто чувствуют себя обиженными, имеют какие-то там счета к федеральному центру, и есть какие-то антимосковские на стороне зачастую. Но антимосковские и сепаратистские это не одно и то же. Я не знаю ни одного вопроса ни по одному региону, который бы говорил о том, что идея сепаратизма популярна. Люди воспринимают страну как ценность. Люди воспринимают единство страны как ценность. Кстати, уровень патриотизма на Дальнем Востоке даже выше, чем во время центральной полосы России. То есть если перемены в России когда-нибудь случатся, ну, в ближайшие перспективы... С точки зрения долгосрочной перспективы они неизбежно произойдут. Но и инициатором их будет власть, по-вашему? Неизбежно. То есть, если говорить о прогнозах, вот на короткую дистанцию власть очень устойчива. На ближайшие несколько месяцев нет никаких шансов и ресурсов, чтобы что-то там случилось и, допустим, Путин проиграл выборы. Но это фантастика. Это не научная фантастика. Для этого нет никаких возможностей. Но столь же очевидно, что на долгую дистанцию режим изменится. Потому что российская политика перценифицирована. Любой полноценный глава государства всегда переделывал власть под саму себя. Причем, при счетке слова полноценного очень важно. Потому что можно, конечно, занимать пост, но властью не обладать. Чтобы тебя воспринимали как настоящего царя, главу страны, ты должен показать, что ты имеешь какое-то собственное представление. Быть просто продолжателем нельзя. Должно быть что-то свое. И оно всегда идет через ревизию наследия предшественника. Почти в регионах, когда приходил действительно полноценный премник губернатора, почти всегда происходил как раз какое-то время конфликт с предшественником. Потому что когда человек получает настоящую реальную власть, он, конечно, будет и отстраивать ее, в том числе и от предыдущего политического режима. Поэтому перемены неизбежны. Режим не может быть бесконечно одинаковым. Он все равно будет меняться в другую сторону. А на мой взгляд, гайки закручены настолько сильно, что некая либерализация, демократизация неизбежна. То есть это будет условная утепель. на фоне войны? В каком объеме она будет, я не знаю, но что касается ситуации с Украиной и так далее, это уже будет наша карма. Скажем так, изменение политического режима, это как бы один азимут, это одно измерение. Как при этом будут решаться проблемы с Украиной, со спецоперацией, с этими территориями, которые присоединены, это другая история. Потому что они, конечно, влияют друг на друга, но они не дождественны. Потому что Путин же не вечен в любом случае. Когда там описывают разные сценарии, что вот случится в дальнейшем, какой сценарий наиболее вероятен, там чилийский, там аргентинский, корейский, где там друг за другом смесь, разные диктаторы, полудиктаторы приходили и так далее. Я думаю, наш сценарий будет, наверное, больше напоминать что-то на 1953 год. Будет некоторая внутренняя эволюция, когда постепенно одни представители нынешней элиты будут сменять других представителей. Масштаб присутствов таков, что я не принимаю, каким образом кто-то, не входящий в элиту, мог бы получить в стране верховную власть. Что старая элита разойдет, скажет, все, ребята, мы устали, делать ничего не надо, вот возьмите имущество, возьмите здание, все возьмите, вот вам ядерный чемоданчик, мы ушли. Нет, такого не будет. А в двойников вы верите? Нет, я верю в дублеров в том смысле, что всегда есть какие-то технические, каскадеры, условно говоря, как на съемках, какой-то опасный трюк, ты можешь сделать, могут взять кого-то издалека похожего в кадре, чтобы подретушировать, что-то напоминало, где-то можно вдалеке пройти. Можно пустить в машине проехаться по одному маршруту, а на самом деле проехать по другому, чтобы с точки зрения безопасности. Но двойник, в смысле двойника, ну это, ну это совсем, ну это нелепо. Невозможно человека копировать. То есть можно, конечно, добиться какого-то сходства издалека, но копировать человека целиком, мимику, жесты, речь, невозможно. Но вся Россия об этом говорит. Ну то, что Россия об этом говорит, просто-напросто показывает только одно, что в условиях дефицита публичной политики и замораживания многих дискуссий их заменяют суррогаты, их заменяют всякие разные шарлатаны. Мне кажется, это говорит только-только об этом. На будущих выборах вы будете за кого голосовать? Голосовать я буду, потому что, ну я считаю, что в любом случае участие лучше неучастия. Это абсолютно правильная электоральная стратегия. Нужно всегда исходить из личных интересов и голосовать ситуативно с точки зрения того, как твой выбор сейчас может повлиять на общую политическую ситуацию. То есть там, если ты хочешь выразить недоверие к власти, да, чтобы она это почувствовала и поняла, тогда самое правильное голосовать за кого-то другого. И с точки зрения избирательной системы, ну, надо выбирать как. То есть на парламентских выборах, конечно, имеет смысл голосовать, если это партийные списки, за того, у кого есть шансы пройти барьер. Если это выборы мажоритарные, скажем, в два тура, как на выборах президента, тогда можно опотребить бюллетень, можно голосовать за кого-то другого, потому что процент победителя будет считаться от общего количества бюллетеней, которые опущены в урну. И любой иной бюллетень будет снижать процент. Так что здесь все варианты не голосования за базового кандидата примерно одинаковые. Как я конкретно проголосую, не знаю. У меня нет в политике, на российское какого-то политика, в сторону которого я бы себя считал. С точки зрения страны, с точки зрения России, о чем вы мечтаете? Какого бы будущего вы хотели для своей страны? Наверное, хотелось бы, чтобы в России можно было жить и не бояться. Неважно как. Уклад, наверное, может быть разным. Но мы можем было жить и не бояться. Я не думаю, что это очень сильно достижимо. То, что в России надо жить долго. Насколько долго? Ну, насколько хватит сил. Понимаете, жизнь, жизнь это все, что у нас есть. Ну, не знаю, я как бы, я человек не верующий, я теист. И жизнь это наша единственная ценность. Это все, что есть. Потому что ничего другого никогда не будет. Поэтому я эту жизнь очень люблю. Я боюсь смерти. Я очень боюсь смерти. Вот. И я люблю этот мир. Просто мне просто, вот для меня дикое счастье, я попрошу какое-то новое место, идти по какому-нибудь Новому году, где я не был. Смотреть на какие-то дома, которых я не видел. Я буду держаться за эту жизнь настолько, насколько у меня в этой жизни как бы хватит сил. Насколько получится. Вот я закончил философский факультет. Понятно, что там все читали Геги, Ля Канта там и так далее. И когда ты молодой, то вот ты это читаешь, ну, вызубрил и вызубрил. Категорический императив, категорический императив, но Бог как бы сдал, да, и ты не понимаешь его смысла. А вот когда проходит время, ведь для чего мы живем? Почему мы какие-то вещи делаем или не делаем? По большому счету, ведь мы сами, каждый из нас сам по себе. Никто это никому из нас не указ. Да, мы сами определяем, как себе жить и почему кто-то, например, держит слово. Жить себя порядочно по отношению к людям, а кто-то нет. Почему для кого-то обмануть, предать норм, а для другого нет. Почему люди ведут себя по-разному, да, почему для нас это важно? Почти каждый из нас бывает ситуация, когда он может в какую-то мерзость, ему ничего за это не будет. Он может обмануть, он может предать, он может там, не знаю, облить кого-то грязью, сделать какую-то мерзость и гадость и так далее, ему ничего за это не будет. Но кто-то этого делает, кто-то этого не делает. Почему мы этого не делаем? Ради чего? Ведь нас же никто не поймает, нас никто не осудит. Мы делаем просто потому, что мы пытаемся уважать сами себя. То есть мы в собственных глазах. Мы это все делаем для себя. Все люди эгоисты, потому что, конечно, есть фактор выживания. Бывает примитивный эгоизм, то есть вот меня интересуют материальные блага, деньги, имущество, карьера и так далее. Вот такой плевать на всех. Но эгоизм бывает другим. То есть когда мы делаем какие-то вещи, мы кому-то помогли, мы сделали что-то хорошее, мы это делаем для того, чтобы уважать себя. Нам приятный комфорт. Вот ты сделал что-то, ты идешь, ты испытываешь какое-то моральное удовлетворение. То есть ты понимаешь, что ты сделал доброе дело, ты сделал, чтобы себя уважать. Мы в первую очередь живем для себя. Мы живем для того, чтобы себя уважать. И мне кажется, это самым главным. У каждого из нас в жизни был выбор. Наверное, мы могли работать в других местах, в других должностях. Мы когда-то, наверное, чем-то сжертвовали. Наверное, мы себя кореем за то, чего мы не можем, чего мы не умеем. Мне не хватает, наверное, сговорчивости. Мешает упрямство, мешает максимализм в каких-то вещах. Иногда очень хочется что-то сказать по каким-то поводам. И, может быть, в молодости ты бы об этом и сказал, а сейчас восстанавливаешь себя, понимая, что не нужно. Понимая, что, может быть, наверное, может быть, сказать и стоило, но надо выживать. То есть я никогда не буду говорить то, чем я не согласен. Но можно что-то не договаривать. То есть до каких-то вещах я могу молчать. Потому что я боюсь как любой живой человек. Попробуйте ответить с точки зрения российских регионов на несколько последних вопросов. Справедливость или милосердие? Справедливость. Свобода или стабильность? Я думаю, что интеллигенция, города какой-нибудь Новосибир, Томаск проголосует, наверное, может быть за свободу. А, допустим, те регионы, которые всегда голосовали за власть, они будут за стабильность. То есть общей картины мы не получим. Правда или безопасность? Это очень подвижная история. Я думаю, это зависит от того, что сейчас в мейнстриме информационном. Это как раз история очень манипулятивная. То есть буквально зависит от того, что вы будете показывать в несколько дней в новостях. Родина или истина? Ну, мне кажется, такой тихотомии нет. По вашей оценке, когда Россия изменится настолько, чтобы это было заметно? Да, она всегда меняется. Я уверяю, что она за эти годы поменялась очень-очень сильно. Ну, я имею в виду в политическом устройстве, чтобы люди перестали бояться власти, чтобы власть перестала их пугать. Мне кажется, что это тренд, потому что власть, она фрустрирует из-за этих огромных размеров. И вот эти периодические какие-то вот такие благие пожелания части оппозиции, что вот, надо развалить до конца и так далее, они вас еще больше пугают. То есть в результате ведут к каким-то неадекватным действиям, зачастую против тех, у кого есть точка зрения. И, конечно, в результате страх становится больше на самом-то деле. То есть я думаю, что все эти страхи надуманы, что это все неправда, и нет никаких объективных для этого оснований. Но страхи существуют, потому что страхи это другая история. На самом деле проблема может не быть, а страх есть. И страх, да, он власти существует. И тем более, что те люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональной параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Ну, при нашей жизни, наверное, точно. Я не думаю, что вот я в своей жизни увижу что-то другое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok